Вы готовы меня занять биткоины средством обмена? Является он или нет? А если будет падать, вы начнете терять деньги. Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital. Сегодня хотелось бы поговорить про то, что лично я не люблю много говорить, но, что называется, народ просит, поэтому поделюсь своим мнением. Говорить будем про криптовалюту, в первую очередь про биткоин, являются ли это инвестициями, являются ли это валютой, что это такое, являются ли это цифровым золотом, что я по этому поводу думаю. Почему нужно смотреть данное видео до конца, чтобы все-таки разграничить у себя в голове понятие инвестиции, инвестиции, в принципе, в криптовалюту, не только в биткоин. Почему лично я считаю, что это не является валютой, какими недостатками обладает биткоин, который не позволяет это называть, и почему все-таки биткоин, как мне кажется, не станет цифровым золотом, альтернативой золоту в ближайшем будущем. Итак, поехали. Инвестиции, еще раз, это размещение денежных средств в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибавочной стоимости. Вот что такое инвестиции. Это хрестоматийное понятие. Если на пальцах, что такое? На пальцах, это вы, когда деньги вкладываете в какой-то бизнес, в предпринимательский бизнес. А как понять, бизнес это или не бизнес? То есть у бизнеса должны быть три характеристики. То есть, во-первых, должны быть денежные ресурсы, раз. Второе, должны быть человеческие ресурсы, люди, два. Должны быть природные ресурсы, три. То есть, вот три вещи, которые агрегируются в процессе предпринимательской деятельности, создаются товары с прибавочной стоимостью. Вот это вот бизнес, вот это вот предпринимательство, когда вы объединяете финансовые, человеческие, природные ресурсы в процессе создания прибавочной стоимости. В биткоине основная составляющая дохода, которая получается, она связана не с тем, что вы инвестируете в какую-то предпринимательскую деятельность, создание какой-либо прибавочной стоимости. То есть это уже не инвестиция. Вы инвестируете и получаете доход за счет изменения цены. И в данном случае на прибыль влияет изменение баланса спроса и предложения. Когда много желающих купить и мало желающих продать, и ваша прибыль формируется за счет изменения цены актива, то это спекулятивный доход. Поэтому давайте мы не будем спекуляцией называть инвестициями. Еще раз в голове это будем держать. Это не хорошо и не плохо. Нужно понимать природу инвестирования, что вы в этом случае получаете. Поэтому я считаю, что в биткоине нет создания прибавочной стоимости. Кто-то мне начинает возражать по этому поводу. Есть отчисления, если ты владеешь биткоинами, расчеты когда происходят, тебе платится какая-то копеечка за то, что используют биткоин как таковой. То есть некая такая комиссия. И вот это вот есть некая прибавочная стоимость. Я считаю, что нет, что это не работает. Это подмена понятий. Сейчас, в настоящий момент, я не хочу более подробно в этом разбираться. Вот у меня в голове это так. Если у вас в голове это как-то по-другому, вы считаете инвестиции спекуляциями, это ваше право. Я уважаю ваше право. Будьте дальше в этом уверены. Но потом не жалуйтесь, что если вдруг произойдет что-то, и в какой-то определенный момент количество желающих продать будет больше, чем количество желающих купить, и цена на актив начнет снижаться, вы начнете терять деньги, то в этом случае нужно понимать, какую прибавочную стоимость расчеты, которые происходят в этом биткоине, вам принесут, и отобьют ли, и компенсируют ли они вам ваши затраты, которые были потрачены на покупку актива. То есть есть так называемый показатель ПИНАИ. Цена актива, который я покупаю, делена на прибыль, которую я получаю с этого. То есть условно, если я, опять же, все расчеты условные, если я покупаю, купил биткоин за 10 тысяч долларов, а общий размер прибыли, которую я получил, составил 100 долларов по итогам года, посчитайте срок окупаемости ваших инвестиций. Если уж вы называете это бизнесом, то есть получением комиссионного дохода, и за сколько в этом случае отобьются ваши затраты на вложение в этот класс активов. То есть альтернативная доходность. Вы можете же эти 10 тысяч купить по и коммерческой недвижимости, вы можете купить какой-то индексный фонд, вы можете купить облигацию, вы можете разместить на банковский депозит. И везде есть показатель окупаемости. Какую окупаемость имеет доллар, подменяя им понятие предпринимательской деятельности, то есть называя его инвестициями. Поэтому вот первый риск, который лично я вижу, что заключается в том, что цену на актив определяет баланс спроса и предложения. И вы не контролируете ситуацию, когда может этот баланс измениться в обратную сторону, то есть когда желающих продать будет больше, чем желающих купить. Второе, если говорить, что биткоин является валютой, криптовалютой, и в данном случае, когда говорят, что это является валютой, то по сути это называется, что он выполняет такую функцию денег, как средство платежа, то есть так называемое определение миновой стоимости. И в этом случае для средства платежа, надежного средства платежа, является его стабильность. А стабильность, она определяется наличием подтвержденных золотовалютных резервов у государств. То есть, если государство выпускает определенную валюту, чем эта валюта непосредственно обеспечена? Опять здесь могут приближать люди и сказать, что доллар, который американский сейчас является эталоном, да, такой мерой стоимости во всем мире, он ничем не подкреплен, да, то есть, золото там ничего, фортнофт не осталось, то есть, там просто какие-то камни лежат уже, куча исследований, вот фотографии, Максим, смотри, все то же самое, да, почему биткоин не может получить такую историю? Но дело в том, что по большому счету доллар сейчас подтвержден не столько золотовалютными резервами Соединенных Штатов Америки, которые они декларируют, что они у них есть, но к ним никого не допускают, сколько тем, что все расчеты за нефть, за энергетические ресурсы, которые есть в мире, они привязаны к доллару тем или иным образом. И получается, что фактически доллар в настоящий момент, что началось там с 45-го года, да, он обеспечен так называемым, ну, то есть, расчеты за нефть происходят в долларах и, по сути, он обеспечен не только той нефтью, которая добыта, но и той нефтью, которая находится еще под землей. А если говорить на энергетический баланс в мире, да, какова доля нефти в современном производстве, то есть, нефти, нефтепродуктов, производных от нефти, которые получаются, товаров более высокого передела, то нефть занимает в современном производстве до 60%. Поэтому получается, что именно текущая ситуация приводит к тому, что, да, доллар, по сути, золотом не обеспечен. Он обеспечен соглашением и правилом, связанным с тем, что расчеты, которые производятся в мире, они производятся преимущественно в долларах. То есть, доля доллара в международных расчетах превышает там стабильность 60%, и, соответственно, это как бы его надежность обеспечивается. То есть, стабильность валюты обеспечивается, первое, обеспеченностью физическими вещами, золотом или энергоресурсами. Второе, обеспечивается стабильностью экономики, насколько крупная экономика, насколько высок класс потребителей в этой экономике, то есть, как много потребляют, каковы у них располагаемые доходы, какова эффективность производительность труда в экономике, насколько технологичную продукцию производят, насколько маржинальную продукцию производят. То есть это вот сила экономики как таковой, да, которая имитирует эту валюту. Третий фактор это, соответственно, военная мощь, то есть насколько государство защищает свою территорию, может диктовать условия другим, да, то есть военно-промышленный комплекс, армия, военные базы, присутствие и влияние как таковое. Мы опять, если сейчас сравниваем биткоин с долларами, например, да, то есть где вот эти вот функции, которые обеспечивают силу и стабильность валюты как денежной единицы, которая является, ну, то есть которая выполняет функции меновой стоимости, да. То есть в биткоине как такового этого нет, оно не подтверждено ни нефтью, ни золотом, ни силой экономики, да, которая имитируется, то есть децентрализация. Единственное, оно сейчас доверием между другими участниками экономических отношений, что они согласны принять за свои товары и услуги, которые производят или продают, они готовы произвести расчеты в валюте. Но если вы являетесь крупным каким-нибудь производственником, промышленником, предпринимателем, да, и вам нужно составить инвестиционный план, инвестиционную какую-то программу, да, чтобы запустить новое производство, чтобы расширить производство. И вот у вас есть средство платежа, которое в течение года может колбаситься там от 15 тысяч за единицу до миллиона, да, как говорят кто-то. Миллион будет стоить, да, и в этом случае, когда вы производите расчеты, готовы ли вы будете идти в какой-то инвестиционный проект, даже, наверное, проще скажу. Вы готовы у меня занять биткоины? Ну, то есть, вот вы предприниматель, и я вам говорю, я вам выдам кредит в биткоине, вот возьмете или не возьмете? Я просто задаю вопрос. Вам нужно взять, ну, сколько вам надо, там, я не знаю, 150 тысяч долларов, да, там, я не знаю, 10 биткоинов. Вот 10 биткоинов возьмете, через 5 лет 10 биткоинов отдадите. Возьмете такой кредит или не возьмете? То есть, здесь возникает вопрос, да, насколько доверие в этом случае. То есть, с одной стороны, если вы адепт того, что биткоин это фантик, ничем не обеспеченный, его там в дальнейшем будут продавать, то, наверное, это выгодная сделка. В случае, если наоборот, там будет бесконтрольная эмиссия, будет высокая инфляция, то сможете ли вы поставить производство, купить оборудование за биткоины, согласится ли вам его кто-то продать за биткоины. Согласится ли у вас всю продукцию, которую вы выпускаете, покупать за биткоины. То есть, вообще, тот вопрос ребром, который мной был поставлен, его на самом деле можно решить при одном условии, да, что вы займете в биткоинах, оборудование будете закупать в биткоинах, зарплату будете платить в биткоинах и продавать, самое главное, будете за биткоины. То есть, если вот эти вот функции выполняются, да, если у вас будет поставщик, который готов вам отгрузить исходный материал за биткоины, если у вас будут работники, которые согласны будут всю заработную плату получать в биткоине, и самое главное, покупатели будут согласны полностью целиком оплачивать ваш товар в биткоине, вы, конечно, тогда скажете, да, я согласен взять, у меня тогда, в принципе, рисков нет, я эти все риски переложу, там, ну, как бы на бизнес, да, на своих поставщиков, на своих работников, на своих, в конце концов, потребителей, которые будут потреблять, тогда да, тогда это может работать. Но вот в текущих условиях верите ли вы в то, что вот это вот непосредственно у вас работает и это срастется. Выполняет ли в этом случае биткоин функцию меновой стоимости, то есть средством обмена является он или нет. Из-за того, что у него сверхвысокая волатильность, он не справляется с такой функцией, нельзя назначить цены биткоина, потому что понимают, если биткоин сильно вырастет, никто не будет за такие цены покупать, потому что тогда проще купить в фиатной валюте, и это обойдется дешевле. Потому что вы должны понимать, что если вы будете потребителем продавать за биткоины, а он будет расти, и это высокий риск, то при условии, что в биткоине единица вашего товара будет фиксирована, то значит она будет плавать в фиатных деньгах, цена ее будет плавать, и в случае, если он будет соответственно расти, увеличивая ваши собственные риски. То есть вы всегда в такой бизнес-модели будете находиться в минусовой ситуации, всегда, если будет расти. А если будет падать, вы должны понимать, что вы товар свой будете продавать дешевле, чем за фиатные деньги, вы сами его не будете продавать, потому что будете понимать, что вы недозарабатываете. Поэтому вот с функцией миновой стоимости не справляется, то есть он не имеет такого максимального охвата. Если это некий такой эталон, как люди говорят, да никто не будет рассчитываться в биткоине. Биткоин это будет цифровое золото, его просто положат в резерв, он будет лежать в резерве и что-то там обеспечивать. Что он будет обеспечивать, да, то есть и самое главное, какова доля сейчас биткоина, который находится в резервах мировых центральных банков, которые находятся в резервах каких-либо корпораций, которые в принципе находятся в каких-либо резервах. То есть большинство биткоина сконцентрировано в руках людей, которые хотят получить спекулятивный доход. А спекулятивный доход это опять история, связанная с тем, что почему-то завтра он будет стоить больше по каким-либо причинам. Этого может быть, а может не быть, но в ситуациях, когда я говорю о том, как мне инвестировать мои собственные деньги, когда я свое собственное время, свое собственное знание обмениваю на что-то стабильно, я должен размещать в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибавочной стоимости и опять-таки заниматься инвестициями. Как конкретно это делаю лично я для себя, как я делаю это для своих детей, я рассказываю на мастер-классе, зачем я это делаю, то есть какие активы непосредственно покупаю, почему, как работает система, есть полноценный, ребят, мастер-класс, который бесплатный, ссылка на него находится внизу под данное видео, проходите, посмотрите, может быть, вы захотите присоединиться к тому, что делаю я для своих детей, инвестируя в объекты предпринимательской деятельности на территории России. Получается это достаточно неплохо в настоящий момент, уже мои дети, четверо детей могут как минимум получить полностью образование в региональном вузе, в любом ведущем российском, два года могут спокойно отучиться в лучших российских вузах Москвы, при этом прошло только 4-5 лет. Как это работает, еще раз ссылочка внизу, мастер-класс, проходите, смотрите, надеюсь, будет полезно, рад буду вместе с вами идти этот путь. У меня же сегодня на этом все, на связи был Максим Петров, пока-пока.